Добрый вечер. У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. Белорусские банки начали попередживать клиентов об тем, с какими складанностями они могут сутокнуться при переходе на новые гроши. У сувязи с проведением дэноминации Министерства по податках и сборах просить грамадян, які аздают кватеры и іншые помешкания у наём, оплатить податок за липень загадя. Контакт-центр по пытаниях работать с порталом электронных рахунков фактур почав працавать у тестовым режиме. А так само поравнаем цены на садовину и охароднену на рынках и у крамах Гомеля. Об этом подробязано у нашим сёняшним выпуску. Белорусские банки начали попередживать клиентов об тем, с какими складанностями они могут сутокнуться при переходе на новые гроши. Наприклад, вядома, что с вечера 30 червяня и, прикладно до 7 годин ранницы 1 липеня, платёжные карты не будут працавать як внутри краяны, так и за емежами. Але не выключено, что эти термины могут и затягнуться на некольки дён. Большость банков рекомендует оплатить коммунальные послуги, податок при издаче у наём квартиры и инших помешканнёв, альбо погасить кредит загадя, наприклад, до 29 червяня. Так само пожадано снять пылную сумму грошей, якая может потребиться на бягучие расходы у период 30 червяня по 3 липеня. Больше подробную информацию, что отличается особливостью работы у период проведения динаминации, можно найти на сайте банка, який вас обслуговывает. В ближайшие дни, поведомляют специалисты Нацбанка, такая информация должна появиться на сайтах всех банков Украины. 30 числа после 23.00 все банки, в том числе и наш банк, будут налаживать свои оборудования для работы с банковскими карточками платёжными, и в том числе через интернет-банк. Поэтому просьба позаботиться, чтобы были в наличии наличные деньги по 1 июля в 8 часов утра. И кто там желает, может, будут нужны деньги ночью, там тоже желательно, кто за границей находится, снять иностранную валюту, заранее уже подготовить её. Ну и в первую очередь необходимо оплатить все платежи, которые необходимы по сроку, который 1-го приходит, 2-го, 3-го. Потому как могут быть разные сбои, связанные с этим. И банк в первую очередь настроен в эти дни подготовку этого оборудования, загрузка банкоматов, пересчёт новых денег и подготовка их для выдачи нашим структурным подразделениям и доставка, конечно же, клиентам нашим клиентам банка. На этом тень Беларусьбанк узнавил выдачу споживецких кредитов с обеспечением выполнения обязательства, по яких появляется страхование, риски и их невертание. Так, кредит предоставляется на термин до 5-ти годов по 33% годовых с использованием кредитной банковской платёжной картки без поручителям. При оформлении заявки на кредит про аскорпоративный сайт «Контакт-центр» инфокийозки банка с выкористанием сервису «М-банкинг» до конца липеня ставка по кредите снижается на 1%. Об инших новинах Беларусьбанка расскажет специалист. Беларусьбанк предлагает вам заключить договор комплексного обслуживания. Что это значит, для чего это нужно. Договор комплексного обслуживания позволяет вам совершать банковские операции через систему интернет-банкинг, не покидая офиса, не выходя из дома, в удобное для вас время, без посещения банка. Вы можете сделать заявки на кредит «Интернет безналичный», «Интернет-партнёр». Сайты магазинов и наименования можно посмотреть на сайте Беларусьбанка. Беларусьбанк предлагает потребительские кредиты для молодёжи до 31 года под привлекательные ставки. Потребительский кредит «Молодая семья», серьёзные планы и уверенные старты для студентов. Например, кредит «Молодая семья» предоставляется гражданам до 31 года при наличии ребёнка. Срок пользования кредитом составляет до 5 лет. Процентная ставка за пользование кредитом в первый месяц пользования – 13,5, начиная со второго – 27%. Максимальная сумма, которую можно получить по кредиту – 50 млн. белорусских рублей. Этот кредит могут получить оба родителя. При подаче заявки на кредит через корпоративный сайт банка, контакт-центр, мобильный банкинг, процентная ставка по кредиту может быть снижена на 1% пункт. Также мы предлагаем программы лояльности, при которых ставка по кредиту может быть снижена как при заключении кредитного договора, так и по истечении пользования 12 месяцев. Более подробную информацию вы можете получить в отделе выдачи сопровождения кредитов населению, который находится по улице Жукова, 40А, либо на сайте Беларусьбанка, Беларусьбанк, Бай. А так само у инших филиалах Беларусьбанка, альбо по номеру 147. Протягиваем выпуск. Контакт-центр по пытаниях работы с порталом электронных рахунков фактур почав працавать у тестовом режиме. До 1-го липеня он будет денежать с 8 до 18 годин по буднях с 1-го липеня круглосуточно. Специалисты контакт-центра откажутся на пытании по техничному взаимоденнию с порталом, як подключиться, як им корыстаться. Пытаний ж по методологии, які отыршатся лишбаў, правильности разликаў перанакеруўть у податковы инспекции. По коротким номерам 110, а так само городским плюс 375, 17, 287, 11, 10 можно отрымать необходную информацию об работе портала www.vatt.go.by, де размешана аутаматазованная информацийная система улик электронных рахунков фактур. А кроме того, распрацавшики программного продукта подрихтовали подрабязные виды инструкции по работе с порталом. ЯНИЗ находится на офицейном сайте Министерства у разделе электронной рахунки фактуры, а так само на офицейных сторонках ведомства у социальных сетках. В связи с введением с 1 июля 2016 года в обращение электронных счетов фактур наиболее часто задаваемый вопрос о такой категории плательщиков, как индивидуальные предприниматели, обязаны ли они выставлять электронные счета фактуры. Следует отметить, что индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог, либо применяющие упрощенную систему налогоблажения без НДС, при реализации товаров, работы, услуг, имущественных прав без НДС не создают электронные счета фактуры. Кроме того, индивидуальные предприниматели не создают и не выставляют электронные счета фактуры при ввозе товаров с территории иностранного государства на территории Республики Беларусь. Такая особенность предусмотрена для данной категории плательщиков. Нагадаем еще раз. С 1 липня электронный рахунок фактура станет обовязковым документом для всех плательщиков на добавленную вартость, указанных в податковом кодексе. Выключение замежной организации, яке не знаходится на податковом улику Беларуси. Взменения будут ищаться больше 130 тысяч плательщиков. Дреши беларусская система заснована на технологии в облачных вылечениях. Такие способы опрацовки даденных, денежные больше, как в 50 краинах. Например, электронный документ оборот при испогнании податку с выкористанием электронных рахунков фактур выкористовывается украинных Евросоюза с 2004 года, Россия с 2012 года и Казахстана с 2014 года. Знову наша здымочная бригада наведала центральный рынок Гомеля и магазин Расинка. Тыдень был спякотным, там участка садовины Агародины Крыхупа-Танела. Далі Джбау. Агурки на рынку каштують у середнім по 8 тысяч. Гэтамалю двоя менш, чем некольки дзен таму. А вот кош на помидоры, з месца амаль не скранувся. А от 28 до 40 тысяч на рынку и от 30 до 34 у краме. Молодая бульба на центральном 13 тысяч. Стольки ж и бурак. У краме он по 18 500. Яблыки каштують в прикладна однолькова, каля 15 тысяч. Виноград больше выгадна набыть на рынку. Цены на ГТ и иншые продукты у наступной таблицы. На Гэтам сёняшній выпуск завершены. З вами была Марина Северьянова. Як завсёды сустрэнемся ровно простыдень. Редактор субтитров А.Семкин